Шалом, с вами Рафаэль Перский, посланник Байджетского Ребекрада Машеха и Хасидский Взгляд. Слышал одну историю, замечательную историю, которая действительно не освещена никакими видеодоказательствами, потому что наши солдаты находятся в секторе Газа без телефонов. И невозможно было это заснять, хотя и может быть и невозможно было заснять. И если бы даже была возможность, и были телефоны, или камеры какие-то. Но эта история передается, эти солдаты позвонили домой своим родственникам, и эти родственники, достоверные источники, передают историю, как солдаты встретили ангела, который их спас. Ангел это опасание Всевышнего, понятно, что Всевышний их спас. Они были на рейде, искали дом, они должны были зайти в дом, где есть туннель. В этот туннель они должны были спуститься, потому что была, значит, по разведданным, возможность нахождения там евреев, которых взяли в плен. Они зашли в этот дом. Офицер и еще несколько солдатов спустились в этот туннель. Остальные должны были находиться у входа в туннель и охрана вокруг дома. Через пять минут солдаты хотят связаться с офицером. Он не выходит на связь, они начали волноваться. Через какое-то время, две-три минуты, вдруг они видят старика, старика, старца, в белой одежде, с бородой. И этот старец им говорит, уходите отсюда, наявлите, уходите отсюда, здесь опасно. Они говорят ему, а кто вы такой? Он им ничего не отвечает. Он продолжает говорить, выходите отсюда, здесь опасно. Тогда солдат один говорит, мы не можем оставить. Наш командир и еще несколько солдатов зашли в туннель, мы не можем оставить их здесь. Он продолжает, этот старик, уходите отсюда, здесь очень опасно. Солдаты не знают, что делать. Они приблизились к этому старику, протягивают в его сторону руку, рука проходит через него. Были религиозные ребята, начали кричать, это ангел, ангел, ангел Всевышний. В тот момент из туннеля выходит офицер и несколько солдат, которые были с ним. Оказывается, были проблемы со связью, они там никого не нашли, вернулись обратно. И тут они понимают, а этот старец продолжает говорить, уходите отсюда, здесь опасно. Они рванули из этого дома со страшной силой, все разбежались, выбежали на улицу. Отбежали в буквальном смысле метров 20, как раздувался огромный-огромный взрыв. И они поняли, что это был ангел, который послал Всевышний, чтобы их спасти. Они рассказали эту историю своим родителям по телефону, потом, когда у них была эта возможность. А родители уже передали эту историю нам, чтобы мы об этом знали. Это не история, не транслируется по крупным видеоканалам, телевизионным каналам. Но мы должны ее знать, так оно и есть. Эти случаи были, были случаи, когда в Ливанскую войну увидели женщину, всю в черном, и думали, что это арабка. И она обратилась к солдатам, что то же самое, не заходите в этот дом, не заходите в этот дом. Они увидели, что эта женщина, у нее благородное лицо. И потом этот дом взорвался. И когда делали, и думали, кто это был, решили, что это была праматерь Рахэля. Рахэля Мейму. То есть, случаются чудеса. Поэтому мне хотелось, поэтому, по этой истории написать балладу, музыкальную балладу, которая рассказывает трогательно, действительно, как Всевышний бережет наших солдат. И надо молиться, чтобы все, все наши солдаты вернулись живыми. Чтобы, не дай Бог, ни один еврейский солдат не погиб. Хотя, к сожалению, происходят вещи эти. Дай Бог, чтобы в скором времени пришел Машех, и было полное, окончательное освобождение. А сейчас баллада у Ангеля. Специальный отряд еврейских солдат В риге по сектору газа идут Проверить им нужно террористов в тоннель Найти след похищенных цель Вот этот дом Никого нету в нем Осталось проверить Туннель и пойдем Трое за мной Офицер сказал Остальным охранять приказа Прошло пять минут На связь не идут В душе от волнения Кошки скребут И вдруг мы услышали Голос чужой Здарец в белом стоит за стеной Руку подняв Здесь опасно сказал На выход из дома Он указал В тоннеле Ребята Мы не можем уйти Старик к нам хотел подойти Протянув старцу руку Рука прошла сквозь него А он продолжает говорить Все одно Опасно здесь быть Уходите быстрей Это ангел Бога Среди людей Вдруг из тоннелей Раздались шаги Слава Богу Ребята живые пришли Кванули из дома Что было сил Страшный взрыв За спиной оглушил Это не бред Ни виденье Ни сон Мы видели ясно Что ангел он Посланник Бога Жизнь нам спасти От евреев Беду отвести Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова